Добрый день, меня зовут Федор Логинов, я директор по развитию криптовалютной децентрализованной биржи DX. Более 22 лет я торгую различного рода ценами бумаг, начиная от государственных ценных бумаг, акциями и вот последние два года я увлекся торговлей криптовалютой. Как говорят спекулянты, все равно чем торговать, лишь бы колебалась. С этой точки зрения волатильность криптовалют мне очень нравится. И с сегодняшнего дня мы запускаем новую рублику, посвященную самым интересным событиям последней недели, рынка криптовалют. За последнюю неделю на рынке основной криптовалют больших изменений не было. Рынки консолидировались на определенных уровнях, обороты сильно снизились. И в такой спокойной обстановке мне бы хотелось поднять одну очень важную тему, почему же падают криптовалюты. Общаясь с большим количеством людей, которые пишут торговых роботов, программы и прочие вещи, я столкнулся с тем, что многие не понимают причины снижения стоимости основных криптовалют. Так почему же падает стоимость криптовалют? Казалось бы, мировая экономика за прошлый год выросла на 3%. Доходы населения растут. При этом стоимость основной криптовалюты биткоин упала практически в 5 раз, даже больше. Почему это происходит? Для того, это понять, посмотрим первый график, который я приготовил для анализа. Значит, график показывает годовое изменение балансов ключевых центральных банков с прогнозом на начало 2019 года. Обратите внимание, что в правой части этого графика где-то на уровне ноября 2017 года пик по количеству денежного потока, который идет из центральных банков на рынке. И после этого происходит резкое снижение. И на старте 2019 года произошло историческое событие. Суммарный денежный поток от центральных банков вышел в минус. То есть, с начала 2019 года из мировой финансовой системы выкачиваются деньги. Если 10 лет назад было количественное смягчение, то фактически с 2019 года стартовало количество ужесточение. Теперь посмотрим на второй график. Ежемесячный объем сокращения баланса федеральной резервной системы. Некоторые называют федеральную резервную систему центробанков. В настоящее время, на начало 2019 года, ФРС уводят с рынков примерно 50 миллиардов долларов в месяц. Вот на графике в правой части видно, что денежные средства, если вот посмотреть за 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й год, то было количественное смягчение, выкупались ценные бумаги с рынков, и ФРС печатала деньги. То в конце 2018 года, вот в декабре видно, столбики, показывающие количество денег, изъятых из экономики, перешли в минус. Наиболее ярким событием, к которому это привело, это падение так называемой пятерки американских акций, так называемый ФААНК. Это Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Рассмотрим третий график, который я приготовил вашему вниманию. Это годовой рост глобальной денежной массы. Так называемый параметр M1. Он показывает общее количество денег в мировой экономике в виде наличных, на депозитах и вкладов. Суммарно. Если мы опять же посмотрим в правую часть графика, примерно с июля 2016 года скорость роста M1 резко замедляется. Вот видно с синим изображено. И примерно в середине 2017 года вместо роста глобальной денежной массы M1 начинается снижение глобальной денежной массы. Таким образом, что мы имеем? Количество денег в мировой экономике где-то примерно с середины 2017 года стало сокращаться. А если мы вспомним, что уже больше двух лет Американская федеральная резервная система еще и повышает ставки, то в итоге у нас получается, что денег становится в мировой экономике меньше, а стоимость денег растет. Совпадение? Не думаю. И именно это является главной причиной снижения стоимости криптовалют. Кроме того, в конце прошлого года это привело также к снижению и фондового рынка в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, у нас получилось, что деньги становятся дороже, а их становится в мировой экономике меньше. И вот в таких условиях люди разные дают прогнозы. Будет тысяча долларов, сто долларов биткоин стоит, десять тысяч долларов. Очевидно, что когда деньги становятся дороже, а их становится меньше, то цена на активы будет снижаться. Причем дна этого процесса пока не видно. Если дно рассматривать не как определенный ценовой уровень, там, тысяча долларов или пятьсот долларов на биткоин, а дно рассматривать как условия, при которых падение, условия, которые вызывали падение, сменяются на условия, которые вызывают рост, вот этого дна, его как раз и не видно. Все на дно! Я нарисовал довольно мрачную картину в первой части программы, но есть и у меня и приятные интересные новости. На прошедшей неделе российских чиновников буквально прорвало, причем заявления их носят крайне положительный характер по отношению к криптовалюте. Например, Дмитрий Медведев, наш премьер-министр, сообщил в РИА Новости, что... Прошедший год, если говорить о криптовалютах, сразу же отвечая на массу вопросов, которые концентрируют в себе эти криптовалюты, этот год показал их исключительную волатильность. Исключительная волатильность криптовалюты на протяжении 2018 года не оказала влияния на развитие индустрии в целом. А то, что криптовалюта упала в пять раз, это не повод ее хоронить, сказал Медведев. Другой российский чиновник Владимир Мао, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, он сказал, что криптовалюта может заменить доллар. Экономисты и вообще эксперты, я замену, обсуждают публично тогда, когда они уже все понимают. Цифровые деньги имеют большие перспективы для развития, они могут стать одним из элементов новой глобальной валютной системы. Это как самолет Братьев Райд, на нем уже не будешь летать через Атлантику, но без него нельзя создать Боинг, на котором перелететь через Атлантику. Еще один российский чиновник, заместитель министра финансов Алексей Моисеев сказал, что в цифровых валютах больше нет признаков финансовых пирамид, а анонимность криптовалюты, операции блокчейн, это иллюзия. Конечно, есть разные точки зрения, есть точки зрения, что это финансовая пирамида, строго говоря, спорить с этим тяжело, и инвестиции в такого рода инструменты являются высоко рискованными. Ну, собственно, это определяет наш подход к их регулированию. Ну и сильнее всех отличился самый младший, можно сказать, по рангу чиновник, это Владислав Гринько, такой экономист тоже из Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте России. Он сообщил, что меры по защите национальных интересов позволят инвестировать в криптовалюту вместо доллара, и инвестиции могут достичь 10 миллиардов долларов. А такая величина получается потому, что криптовалюта, рынок криптовалюты, и на него приходится примерно 8% ВВП России. Вот такие вот интересные сообщения поступили от российских чиновников. Значит, что можно сказать по этому поводу? Наши власти явно что-то задумали, и какие-то у них есть идеи. Может, хотят запустить аналог Петра в Венесуэле. Может, Греф намайнил биткоина, хочет его в резервы продать. Что касается криптовалют, я к ним абсолютно позитивно отношусь. Это очень хорошая история, как часть отходного производства технологии блокчейн. В начале передачи я сказал о том, что кризиса дна не видно. И что трудно сказать уровень, до которого упадет. Там, 2000 долларов, 1000 долларов, 100 долларов, цена биткоина может упасть. Все зависит от инфраструктурных проблем отрасли. Как мы видим, что наиболее, вот анализируя рынок, две наиболее ярких проблемы есть, на наш взгляд. Первая – это централизованные биржи. А вторая проблема – это так называемые стейблкоины. Обеспечены они чем-то или нет? Что там на самом деле за эскроу, ни аудита, ничего подобного не было. Что касается централизованных бирж, проблема, то по мере снижения курсов, падения оборотов, возможно, кризис в управлении этим биржами. Возможно, что IT-специалисты могут вступить в контакт с хакерами. Просто будет плохое управление, и хакеры взломают эти биржи. Вот, например, на предыдущей неделе очередная централизованная биржа была взломана. Это криптобиржа Криптопия. Че? Все пропало! Все пропало! Вот. Порядка 30 миллионов долларов в токенах эфиров и биткоинов оттуда было выведено. Складывается такое ощущение, что взлом централизованной биржи – это не вопрос, взломают или нет, а вопрос, когда взломают. И централизованная биржа либо перейдет к новым стандартам работы с большим количеством сотрудников безопасности либо, рано или поздно, будет взломано. Как вам мое произведение? Таким образом, централизованные криптовалютные биржи являются одним из главных слабых зреньев во всей инфраструктуре криптовалютного мира. Человеческий фактор, ошибки или недочеты в написании программного обеспечения, хакеры – все это приводит к тому, что централизованные биржи постоянно, периодически взламывают. А взломывают, выводят деньги, продают их на рынке и переводят в фиатные деньги. Чувствуете, мистер Андерсон, вот она смерть. Децентрализованные биржи – это новое явление в криптомире относительно. Рано или поздно все биржи придут именно к такой системе торговли. Потому что, с одной стороны, криптовалюта весь децентрализованная, и удивительно, что она торгуется на централизованных биржах. А децентрализованная биржа позволяет сохранять еще свои деньги, помимо того, что обменивать одну криптовалюту на другую. Сохранность денег именно за счет децентрализации обеспечена именно на децентрализованных биржах. Еще одним славным звеном мира криптовалют является обновление, так называемое, конкретной криптовалюты. Например, на последней неделе, на прошедшей неделе, опять не удалось обновить, установить обновление Константинополь для эфира. Его еще планировали, обновление это еще планировали в октябре прошлого года, оно также не состоялось, перенесли на январь текущего, и вот на прошедшей неделе оно также не состоялось. Кроме того, в дальнейшем программисты из эфира анонсируют переход с Proof-of-Work на Proof-of-State технологию и отказ от майнинга. Если они не могут установить, даже уже второй раз переносят обновление в Константинополь, то что говорить о более сложном обновлении. Андрей, помоги ему, развернув широкое на широкое. Уйди, дурак! Переход на новый алгоритм. Напомню, что DX работает на более совершенной, даже чем Proof-of-State технологии, Delegate Proof-of-State. Какой можно из этого сделать вывод? Что криптовалюта эфир превращается в крайне рисковый актив. В совершенно непонятном будущем. Очевидно, что технология майнинга устарела. Большое количество затрачивается ресурсов, энергии. Переход прав довольно медленный, дорогой. А главное, что не обеспечивает майнинг, это децентрализацию для криптовалюты. Огромные майнинговые пулы, созданные, как правило, производителями оборудований, в основном располагаются в Китае. Буквально 3-4-5 пулов, больше половины криптовалюты можно ресурсов контролировать. Не зря, что эфир сместился со второго на третье место по популярности по оборотам торгов. Есть, опять же, интересная новость. На рынке появилась новая криптовалюта. Называется она грин. Она майнится. Работает на относительно новом протоколе Mimble-Wimble. Но что самое про нее интересное, это то, что она защищена от взлома квантовыми вычислениями. Чем отличается классический мир от квантового? В классическом мире все знают, что есть нолик и единичка сигнал. А в квантовом мире тоже есть нолик и единичка, но заранее неизвестно, какой сигнал нолик, какой единичка. И сопоставлять два сигнала приходится с помощью определенного флажка, воздействия на который они и сравниваются эти два сигнала. Что же они там вытворяют? поэтому сама система работает, конечно, еще не попробовали майнить, еще не очень конечно на клиента ориентированное, неудобно, конечно, неудобно ее перерегистрировать, там сверяется и продавец и покупатель отправляет данные, но это технология будущего, скорее всего, с появлением особенно квантовых компьютеров и более клиент-ориентированной программное обеспечение придет к тому, что именно за этой технологией будущее. Она гораздо на порядок выше защищена от всевозможных взломов и хакерских атак. Перенастройка В заключении сегодняшней передачи мне бы хотелось рассказать об одном проекте, который сейчас проходит ICO на бирже DX. Проект из реальной сектора экономики. Проект называется ТЭКО. Это повторюсь проект из реального сектора экономики. Проект связан со строительством завода по переработке шин. Появился он в настоящий момент в связи с тем, что в России вышло законодательство, которое обязывает всех перерабатывать шины. Особенно это касается этих муниципальных автопарков, такси. Их закон обязал сдавать шины на переработку. Как нам сообщил SEO компании ТЭКО, они будут зарабатывать с двух сторон. Принимая на утилизацию шины, то есть это будет платная услуга. Потом они будут их перерабатывать и дальше продавать всевозможные изделия из резиновой крошки. Сейчас идет у нас пресс-сейс хорошей премии. Существует трехуровневая реферальная программа. И проект довольно выгодный, если вы почитаете условия. И мы приглашаем всех инвестировать в реальный сектор экономики. И в заключение хочу всем пожелать удачной торговли прибыльной и сказать, что кризисные явления заканчиваются, кризисы длятся года полтора-два, а за ними идут десятилетия роста. Роста и развития. Ближайшие где-то примерно год ждут нас тяжелые времена, а потом новый хайп и новые вершины. Всем удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok